Привет, друзья! Это Макс и English Show. Сегодня мы поговорим о том, как раскрасить свою речь и сделать ее более богатой. Все мы с вами очень часто используем простую фразу I don't know. Но в английском языке куча крутецких альтернатив этому I don't know. И сегодня мы узнаем побольше, чем заменить, чем заменить фразу I don't know. Поехали! Самое распространенное, самое распространенное, они просто говорят donno, donno. Как одно слово. D-U-N-N-O. Donno. What would you like to do in the future? Donno. Окей? So, usually when they say I don't know, носители языка не говорят, они не произносят это I don't know. They just say donno, donno. Итак. Number one. Donno. Donno. Следующая распространенная фраза это IDK, что является сокращением от I don't know. Чаще всего IDK используется, когда вы пишете сообщение. Она реже используется вербально и чаще всего используется сообщение. Who called you? IDK. Who called you? IDK. Means I don't know. Итак, number two is IDK. Man, IDK. Следующая распространенная фраза это I don't have a clue. I don't have a clue. Clue это подсказка, ключ к чему-то, к разгадке чего-то. Поэтому выражение I don't have a clue это третья распространенная альтернатива. I don't know. I don't have a clue. Where are my keys? I don't have a clue. Итак, еще раз. I don't have a clue. Еще одна альтернатива. I don't know. I don't have a clue. Следующая замена I don't know is I haven't an inkling. Inkling это какие-то идеи, догадки. Дословно означает, у меня нет никаких догадок на эту тему. I don't have an inkling. I haven't an inkling. Ты хотя бы понимаешь, от чего ты отказываешься? У тебя есть какие-то хотя бы идеи, соображения? I don't have an inkling. I haven't an inkling. Еще одна замена I don't know is I have no idea. I have no idea. Или просто no idea. For example, do you know who won the Oscar in 2021? I have no idea. Or just no idea who won the Oscar. Кстати, ты знаешь, я уже давно посмотрел этот фильм. Земля кочевников называется в 21-м году выигранной. And the Oscar goes to Nomadland. Итак, следующая замена I don't know is I have no idea. Or no idea. I have no idea. No idea. Следующее выражение is why should I know? Или how should I know? Скажу вам честно, это выражение довольно-таки грубое. Вы можете сказать его, может быть, не знаю, родителям, но вообще-то, или друзьям, но вообще-то я не рекомендую вам это делать, потому что оно довольно-таки грубое, довольно-таки резкое выражение. How should I know? А мне откуда знать? То есть в русском языке а мне откуда знать звучит довольно-таки грубо. Вот в английском. How should I know? Why should I know? Where did I left my glasses? How should I know? А мне откуда знать? Окей? How should I know? Or why should I know? How should I know? Следующее выражение, заменяющее I don't know, is beats me. Beats me. Or it beats me. То есть, я не знаю, у меня нету никаких идей. It beats me. It beats me. Do you know who invented the telephone? А-а. Beats me. Знаешь, кто изобрел телефон? Не знаю. Никаких идей. Знаешь, кто изобрел телефон? Александр Грэмбелл. You can say beats me. Beats me. Давайте разбавим это видео одним жестом. Итак, друзья, мы сегодня поговорим про I don't know. Недавно мы сделали видео о том, как называются разные жесты и мимика, которые мы делаем. Сейчас вы здесь или вот здесь увидите на него ссылочку, если хотите его посмотреть. Итак, иногда мы говорим I don't know by doing this. Мы вообще ничего не говорим. We just shrug our shoulders. Вот этот жест, когда вы пожимаете плечами, по-английски называется shrugging your shoulders. Иногда родители орут на детей и говорят так, почему вот это, почему то. Ребенок пожимает плечами, родители говорят don't shrug your shoulders. Хватит пожимать плечами. Итак, жест I don't know без того, чтобы вообще что-нибудь говорить. Это shrugging your shoulders. Еще один способ сказать I don't know. Следующая фраза. Your guess is as good as mine. Довольно-таки длинная, не так ли? Your guess is as good as mine. У группы Coldplay есть песня God put a smile upon my face, I think. И там Крис Мартин много раз поет. Your guess is as good as mine. She looks so young. Do you know how old she is? Your guess is as good as mine. Она выглядит так молодо. Ты знаешь, сколько лет? Вообще не в курсе. То есть your guess, твоя догадка такая же, такая же хорошая, как и моя. Итак, еще одна альтернатива I don't know is your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Следующая замена I don't know is Don't ask me. Не спрашивай меня. I don't know. Don't ask me. I'm running late. Do you have any idea when the bus is coming? Don't ask me. I don't know. I have no idea. IDK. Don't know. Okay? Don't ask me. Следующая замена I don't know is I don't have the faintest idea. Или I don't have the fogiest idea. У меня никакой, даже самой завалящей идеи нет ответа на этот вопрос. I don't have a faintest idea. I don't have a fogiest idea. Это устойчивые слова faintest и fogiest, которые мы используем, когда говорим, что мы абсолютно не имеем о чем-то представления. If you had... И это, кстати, очень крутой вопрос, на который я хочу, друзья, чтобы вы ответили в своих комментариях. Меня этот вопрос очень сильно интересует. If you had only 24 hours to live, what would you do? If you had only 24 hours to live, what would you do? I don't have the faintest idea or I don't have the fogiest idea. На самом деле, многим людям было бы сложно ответить на вопрос, что бы они делали последние 24 часа их жизни. Тяжело представить. Мы же все надеемся, что наша жизнь будет продолжаться, не так ли? I don't have the faintest idea. Следующие две фразы. It's a mystery to me. Это просто для меня тайна. Или It's beyond me. Это выше моего понимания. Я этого не знаю, я не понимаю. It's beyond me. I don't know. It's beyond me. Or it's a mystery to me. Такой вопрос. How come she eats so much and stays so fit? It's a mystery to me. Or it's beyond me. Это, кстати, про мою жену. Перевод примера. Как так, что она так много ест и остается такой стройной. Заметьте, друзья, здесь есть крутая грамматическая структура. How come? How come she eats so much? How come означает как так? Как так вышло? Как так получилось? Как так получилось, что ты работаешь на этой работе? How come you do this job? How come? How come? Как оказалось? Или как так получилось? How come she eats so much and stays so fit? It's a mystery to me. It's beyond me. It's beyond me. И последние две фразы, чтобы заменить свое I don't know заезженное, это... It's Greek to me. Для меня это как греческий. It's Greek to me means you don't know. You don't know. It's Greek to me. Или... Heaven only knows. Знают только небеса. Heaven only knows. Еще раз. It's Greek to me. I don't know. Heaven only knows. Только небеса знают. Example. When your parents are coming home. Heaven only knows. Когда твои родители придут домой? Я не знаю, только небеса знают. Окей? Последние два были... It's Greek to me. Или... Heaven only knows. Итак, друзья, мы сегодня с вами узнали кучу альтернатив в фразе I don't know, а также даже выучили пару грамматических структур. Я надеюсь, этот урок был полезен для вас. Пожалуйста, учите что-то новое после просмотра наших роликов. Старайтесь, если у вас есть такая возможность, использовать это в своей повседневной речи. Если вам не с кем использовать новые слова и выражения и грамматику, которые вы учите, добро пожаловать в наш телеграм-проект Native Show, где у вас будет возможность на ежедневной основе в печатном и вербально... в печатном виде и вербально общаться с носителями языка. Это был Макс Инглэшоу. See you. Bye.